Собака не просто друг человека. Вполне заслуженно она считается древнейшим видом оружия. Каменный век, античность, средневековье. На поле боя собака всегда была рядом с человеком. Сегодня они не прорывают строй противника и не бросаются под танки. Но собачий нюх не заменит никакая электроника. И еще, среди собак никогда не бывает предателей. Любая собака – это оружие. Хорошо дрессированная собака – оружие умное и управляемое. Это истина стара как мир. Тысячелетиями человек использовал этих животных для охраны имущества, охоты, в качестве часовых и телохранителей. В годы Второй мировой собаки эвакуировали раненых с поля боя. Переносили донесения, тянули телефонные линии, подрывали вражескую бронетехнику. Специально обученные собаки-камикадзе с минами на спине уничтожили около 380 немецких танков. То есть почти две дивизии. Представить себе пограничный наряд без служебной собаки сегодня невозможно. А между тем, пограничной собака стала относительно недавно. 110 лет назад, когда по указу Александра Третьего начался переход от таможенной стражи к специальным войскам. В циркуляре подчеркивалось, присутствие собак в частях пограничной стражи, несомненно, облегчит как обнаружение подхода контрабандистов, так и разыскивание их следов. В правоте этих слов сомневаться не приходится. И в наши дни собаку не могут заменить даже самые сверхсовременные приборы. Громоздкие дорогие детекторы могут обнаружить взрывчатку. Обнаружить же и поймать нарушителя, обыскать грузовик с контрабандой, найти схрон с оружием человек может только при помощи собаки. Слух собаки в 7 раз острее слуха человека. Ее обоняние в 200 раз чувствительнее, чем самый чуткий человеческий нос. Собак для погранвойск готовят в специальном питомнике. В основном это немецкие овчарки. Но есть собаки других пород, например, спаниели. Они незаменимы при проверке большегрузных автомобилей. Юркий небольшой пес пролезет где угодно. К тому же он никогда не вызовет беспокойства или паники в очереди на КПП. В то же время спаниель в состоянии унюхать практически все то же самое, что и его более массивные собратья. И все-таки, по мнению специалистов, к службе на границе более всего приспособлена классическая собака. Немецкая овчарка. Немецкая овчарка, она великолепно поддается дрессировке. Умна, неприхотлива. Переносит стойко жару и холод. В год наше подразделение выращивает уже более ста щенков данной породы. Забот у воспитателей будущих мухтаров много. Щенки как дети. С ними нужно постоянно заниматься, играть, их надо учить. Длительные прогулки без поводка, большие физические нагрузки собакам просто необходимы. Содержание собак дело дорогое. В ежедневном собачьем рационе должно быть как минимум 400 граммов мяса. А также крупа и овощи. В месяц собака проедает полторы тысячи рублей. Иначе настоящего пограничного пса не вырастить. Уже с двух месяцев щенки начинают проходить общий курс дрессировки. Они приучаются к своей кличке, к ошейнику, к еде. К тому, что ничего нельзя брать у посторонних. А когда щенку исполняется 8-10 месяцев, у него начинается взрослая жизнь. Они проходят курс специальной дрессировки. Именно к этому возрасту у собак отчетливо проявляются индивидуальные таланты. Как и у людей, выявляются они с помощью специальных тестов. Слишком подвижный пес не пригоден для поиска взрывчатки. Суета на минном поле или у заминированного объекта может привести к жертву. Зато такой непоседа может стать отличным охотником. Этой собаке прямая дорога в пограничный наряд. В соответствии с выявленными задатками, собак начинают учить. Например, по несколько часов в день они ловят укутанных специальной тканью нарушителей. Упражнения проходят под треск автоматных очередей. Собака должна привыкать к стрельбе и хочет уходить от выстрелов. Хорошо подготовленная собака заходит на цель по дуге. Попасть в стремительное животное крайне трудно. Рукопашный человек обречен на поражение. От ученических клыков преподаватели не спасают даже толстенные дрессировочные костюмы. Инструкторы постоянно ходят в шрамах и ссадинах. Подготовить собаку для поиска наркотиков еще сложнее. Но поток смерти всех цветов радуги увеличивается год от года. Потребность в четвероногих борцах с наркомафией растет постоянно. Глухо собаки, наркотик, запах даже наркотика спрятать невозможно. Ежели собака подготовлена правильно. Для этого они проходят почти полугодовалый курс обучения. В мире существует несколько методик натаскивания собак на наркотики. В том числе и откровенно варварские. К примеру, в Италии в 60-е годы собак в прямом смысле слова сажали на иглу. Эффект от такого обучения, естественно, был впечатляющий. Пытаясь избежать ломки, собаки с легкостью находили наркоту, где бы ее не спрятали. Однако жили такие псы недолго. Не более полутора лет. Как и люди, собаки не могут долго употреблять наркотики. В нашей стране никогда ничего подобного не делали. Вопреки расхожему мнению, собаки, обученные поиску наркотических веществ, сами наркоманами не являются. В пограничных войсках России для обучения применяются химические имитаторы наркотических веществ. Например, такой имитатор героина. Этот химический порошок, разумеется, никакого привыкания не вызывает. Чтобы собака могла успешно искать наркотики, необходимо добиться того, чтобы их запах ассоциировался у нее с лакомством или с любимой игрушкой. В начале обучения порошок-имитатор помещают в резиновый мячик или пластиковую косточку. После этого игрушку отнимают. Приходится искать. Сначала прячут в легко доступных местах, потом маскируют все более изощренно. Сама находка уже поощрение для животного. А если учитель еще и поиграет со зверем или угостит чем-то вкусненьким, это просто настоящая награда. Сейчас проведем занятие по привычению собакам к поиску наркотических средств. На первом этапе проводим отбор собак на различные методики. Основные методики у нас две. Одна при помощи апортировочного предмета, и одна через привычение собак к поиску наркотических средств через лакомство. Для этого мы отбираем собак на две категории. Пищевики и апортировочники. Раскладываем на первом этапе несколько кусочков лакомства перед каждой собакой. И воздействуем другим раздражителем, апортировочным предметом. Смотрим, какой безусловно раздражитель для собаки важнее, лакомство или апортировка. В данном случае мы видим, что собака идет на апортировочный предмет. Он является для нее большим раздражительным, нежели кусочком лакомства. То есть собака будет приучаться к поиску наркотических средств через апортировочный метод. Для апортировочников берется апортировочный предмет с стерильной перчаткой. Дрессировщик берет руку помощника, то есть в данном случае мою, дает собаке занюхать неизвестный запах. В данном случае апортировочный предмет является инертным, не имеет запаха абсолютно. А внутри он находится закладка с наркотическим средством, с имитатором. После обнюхивания собакой апортировочного предмета, он имитируется бросок. И собака посылается на апортировку данного предмета. Заметим, что собака апортирует предмет с неизвестным для нее доселе запахом, то есть запахом наркотического средства. Тяжело в учении приходится всем, и собакам, и людям. Зато потом на службе легче. Прошедшая подготовку собака может найти по запаху что угодно и где угодно. Например, вот такую запечатанную бутылку контрабандной водки, спрятанную в грузовике. А если понадобится, оружие или взрывчатку. Самая трудная военная собачья профессия – сапер. Обучить пса этому ремеслу сложнее всего. Полностью подготовленной собака считается только тогда, когда она по комплексному запаху безошибочно обнаруживает мины всех типов, установленные на полуметровой глубине. Кроме того, умеет находить растяжки, мины-ловушки и фугасы, подвешенные на высоте до двух метров. В войсках такие собаки ценятся очень высоко. По рассказам пограничников, в Чечне за убийство четвероногого сапера боевикам платят больше, чем за уничтожение БТР. Служат собаке в среднем 7-8 лет. После этого выходят на пенсию. Как правило, они остаются жить на тех же заставах, на правах члена семьи кого-нибудь из военнослужащих. Казенное довольствие и поощрение по службе сменяется заслуженным уважением и домашним уютом. Собаки – братья наши меньшие. В том числе и по оружию.